Самая тихая и уединенная гора Поднебесной, именно так называют гору Тиншэншань, расположенную в 70 километрах от столицы провинции Сычуань, города Чэнду. Тиншэншань, входит в число пяти великих даосских гор Китая, является для даосов священной. Именно здесь зародился даосизм, и именно здесь находятся одни из самых знаменитых даосских храмов. Горный хребет Тиншэншань, состоящий из 36 пиков, занимает живописную территорию площадью в 200 квадратных километров. Современное название, которое дословно означает «лазурная крепость», возникло благодаря густым вечно зеленым лесам, покрывающим величественный горный хребет, который издалека действительно напоминает крепостную стену. Живописный, сказочно красивый пейзаж с лесами, прозрачными источниками и вершинами, окутанными туманами и облаками способен заворожить самого искушенного путешественника. Нет ничего удивительного, что Тиншэншань считается одним из уникальных природно-ландшафтных заповедников. Главную вершину горного хребта, вздымающуюся на высоту 1600 метров над уровнем моря, венчает павильон учителя Лао Цзы, построенный в форме шестиэтажной пагоды, стоящей на квадратной платформе. В этом нет ничего удивительного, поскольку, как я уже упоминал, горы Тиншэншань известны как колыбель традиционного китайского учения – даосизма. Эта гора почитается даосами с той поры, как здесь, в 143 году до новой эры, монах Джан Даолин основал первый в истории даосский монастырь, превратив таким образом даосизм из философского в религиозное учение. Даосизм получил наибольшую популярность в эпоху Тан в 7-10 веках н.э., когда в горах Тиншэншань было построено более 40 даосских храмов. Сегодня, по прошествии тысячелетий, горы Тиншэншань по-прежнему занимают очень высокое положение в даосском мире и оказывают огромное воздействие на китайский даосизм. Постройки в горах Тиншэншань были отреставрированы во время династии Цин в 18-19 веках и по сей день остаются в хорошем состоянии. Эти древние даосские сооружения просты и наполнены незамысловатой естественностью, что помогает им сливаться с горными хребтами, долинами и водой, и тем самым дополняя собой удивительную природную красоту.